В России началась массовая вакцинация от коронавируса. В Алтайском крае уже более трех тысяч человек поставили прививку от новой инфекции. Как в регионе проходит прививочная кампания, кому противопоказано вводить вакцину и могут ли возникнуть осложнения. Об этом поговорим в студии с Ириной Переладовой, главным внештатным эпидемиологом края. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии. Будем здоровы. Да. Расскажите, насколько активно жители Барнаула вакцинироваются? Или все же есть еще такие мнения, что мы неподопытные кролики, и вот пока сосед не поставят, я тоже делать ее не буду? Вообще, на самом деле, активность жителей начала подрастать. Почему? Потому что активно начали средства массовой информации освещать эти вопросы, причем не только на уровне нашего региона, но и на уровне и соседних, и России, в принципе, как происходит. Вообще, вот идет, какими темпами прирастает количество привитых лиц. И поэтому многие люди, конечно, очень положительно начали реагировать на то, что сегодня эта кампания действительно продолжается. Она приняла такой широкомасштабный характер, и поэтому на сегодняшний день активно записываются в поликлиники для того, чтобы планово поставить прививочку. И что очень радует, что наше старшее поколение тоже активно участвует в прививочной нашей кампании. Вот как раз и хотела уточнить, да, этот момент. Да, и отравда на то, что люди старше 90 лет у нас привиты 11 человек, которые занесены в федеральные регистры. Им хочется, конечно, сказать спасибо, что они заботятся о своем здоровье и поддерживают иммунную прослойку края. Но вот те люди, которые боятся, они доверяют до сих пор. Как вы думаете, почему такие настроения? Может, еще не до конца исследована эта вакцина? Результаты еще не все известны, да? Ведь поставили, мы знаем, многие люди уже и по второй финишной прививке, и уже есть кое-какие промежуточные результаты. О них пока нельзя говорить вот так вот открыто, поскольку их нужно до конца еще изучить. Но тем не менее, почему люди сомневаются? Люди вообще всегда сомневаются и во всем. Вообще, чего бы это ни касалось. В любых лекарственных препаратах, которые есть в аптеке, в качестве продуктов, которые сегодня у нас есть на прилавках магазина. И поэтому это очень, ну, будем так говорить, животрепещущая тема, а тут вдруг у нас есть новая вакцина, почему бы не сомневаться. Почему сомневаются? Потому что не имеют достаточной информации о том, что вакцина действительно безопасна, о том, что вакцина эффективна в своем применении. И на сегодняшний день те страны, которые начали прививочную кампанию и уже начали создавать коллективный иммунитет, мы ровно точно так же на официальных сайтах видим, что есть снижение заболеваний. А я вам сейчас так скажу, что бытует мнение, что у врачей сейчас такая установка. Привить максимально большее количество людей. И вы не поверите, это правильно. И идет пропаганда в этом направлении. Совершенно правильно. А коль уж пропаганда, значит, что-то здесь неладно. Думается так? Конечно, мы же стараемся не дать заболеть. Мы же с вами стараемся создать действительно безопасную иммунную прослойку. Для чего? Для того, чтобы мы с вами освободили наконец-то наши госпитальные базы. И наконец-то все наши больницы вернулись к плановой помощи, которую нужно оказывать больным с другими заболеваниями. Нам не надо бороться с болезнями именно посредством лечения. Нам нужно их профилактировать. И нам нужно сегодня заниматься, к сожалению, еще у нас есть другие соматические заболевания. И сердечно-сосудистые заболевания, дыхательная система, да, и кишечная, и желудочно-кишечного тракта. Поэтому нам нужно уделять внимание не только ковиду. Нам не только нужно лечить ковид. Нам нужно поддерживать наше население. Нам нужно заниматься профилактической работой. Вот мы про другие болезни заговорили. Вы их сейчас перечислили. Есть ли такие недомогания, которые запрещают вакцину ставить человеку? Как это понять? Кто это должен определить? Необходимо ли обследование у лечащего врача прежде, чем на эту процедуру согласиться? Совершенно правильный вопрос. Допуск прививки осуществляет, особенно когда мы решаем вопрос, актуальную прививку, новая коронавирусная инфекция, только врач. Поэтому врач на сегодняшний день в соответствии с инструкцией по применению завода-изготовителя действительно оценивает статус лица, который пойдет на прививочку, насколько при его соматических заболеваниях можно ему поставить прививочку. Абсолютными противопоказаниями тоже есть противопоказания. Это в любом случае обострение хронических заболеваний, либо наличие каких-то острых проявлений, инфекционных заболеваний, тех, которые особенно нам хорошо известны. Температура 37 градусов и выше, лихорадка, недомогание, озноб. Ну и безусловно, даже если температуры нет, но у человека самочувствие не позволяет, он недомогает, его что-то беспокоит, у него какое-то не очень хорошее такое состояние даже в психологическом отношении. Конечно, лучше дождаться комфортных условий действительно психологической готовности к получению прививочки. Конечно, доктор допустит, безусловно, разъяснит, что из себя представляет вакцина, что и как формируется иммунитет, и, конечно, порекомендует поставить вторую прививочку через 21 день. Вот мы, получается, уже на вашем даже примере, и накануне у нас был сюжет, где человеку ввели вторую вакцину, чувство он себя хорошо, и каких-то недомоганий, в принципе, не было. Но наверняка могут они случиться. В каком проявлении? Могут. На самом деле, действительно, и на тех испытательных группах, которые, когда шло испытание вакцины, когда мы помним, да, был первый этап, второй этап, потом третий этап, подтверждение безопасности вакцины, действительно введены в инструкцию такие, будем говорить, ну, наверное, отклонения, которые сегодня может человек почувствовать в состоянии здоровья. Во-первых, это подъем температуры до 37, до 37,5 градусов. Кажется, это нормальным явлением. Он краткосрочный. В течение трех дней температура приходит в соответствие. Это, конечно, может быть и недомогание. Это, конечно, может быть и болезненность в месте постановки инъекций. Это легкая припухлость может быть. Это все на сегодняшний день является реакцией на введение вакцины. Вакцина вызывает иммунитет. Мы вводим чужеродное вещество, которое имеет определенные свои действия, которые проходят в течение первых трех дней. Вот решил человек поставить прививку. Куда ему обратиться? Ведь мы люди заняты. Работаем с 9 до 6. И вот так, чтобы без очередей, может быть, позвонить, записаться, прийти вовремя. Вот намажена ли вот эта вот процедура? Да, совершенно правильно. Совершенно правильно поставлен вопрос. И сегодня это идет действительно широкомасштабная акция в рамках страны. Тогда, когда идет запись на прививку. Во-первых, это экономится время. Во-вторых, медицинского работника, во-вторых, самого человека, который идет на прививку. И самое главное, мы не допускаем скученности в поликлинике. Тогда, когда все люди решили вдруг прийти к 9 часам утра. Ну, утром сделать все дела и день свободен. На самом деле это не совсем правильно. Утром действительно может быть большое скопление людей. Мы сегодня, помимо коронавируса, переживаем еще же, ведь, один этап эпидемического подъема заболеваемости, респираторно-вирусных инфекций. И поэтому люди-то у нас еще респираторными инфекциями болеют. И чтобы нам не допустить еще и заражения от одного человека к другому, в условиях поликлиники кто-то может находиться в продроме, да, кто-то только начинать заболевать. То есть у него нет явных еще проявлений. Поэтому, конечно, правильнее записаться. Поэтому в каждой поликлинике есть адреса, можно выйти на сайт каждой поликлиники. И сегодня в удобное время, после работы, до работы, в субботний день, если это удобно, записаться в поликлинику и, конечно, постараться прийти в назначенное время. Ну, кстати, такое ощущение, вот вы говорили, что у нас сейчас сезон других заболеваний. Как будто меньше болеем РВИ и гриппа-то нет. Да, у нас интерес-то в этом году к одному заболеванию. То есть вы думаете, что у нас по-прежнему просто как-то позабыли об этом? Ну, наверное, мы не так часто просто это освещаем. Никуда они не делись. На самом деле уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, он имеет среднемноголетние цифры. Мы можем на официальном сайте нашего управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю посмотреть конкретные цифры, но мы увидим, что гриппа пока у нас на сегодняшний день нет. Нет. Что это такое? Почему? У нас тоже с вами лет 10 назад была такая ситуация, когда мы пережили без вот такого большого подъема, без эпидемического подъема, без даже ограничительных мероприятий по гриппу. Да, такой год один у нас был. Вероятно, этот год характерен даже не столько на ОРВИ и грипп, сколько мы переживаем коронавирусную инфекцию. Ну опять, раз уж про коронавирусную инфекцию. Вот поставим мы с вами прививку, предположим, но вернее вы уже поставили. Я про себя теперь. Сколько иммунитет у меня продержится? Когда нужно ставить и надо ли ставить повторную? Во-первых, сама прививка предполагает две инъекции. То есть первый компонент – это компонент, который формирует иммунитет именно против новой коронавирусной инфекции. Второй компонент, который мы ставим через 21 день – это та прививочка, которая пролонгирует и поддерживает сформировавшийся иммунитет. Насколько долго? К концу года, я думаю, будут проведены окончательные исследования. И к концу года мы с вами точно будем знать, будет ли это ежегодная прививочка, либо это будет отдаленная ревакцинация через год, через два, через три. Нам надо чуть-чуть подождать, мы все узнаем. А зная, что в детском возрасте, в самом раннем возрасте ставят определенное количество прививок, как вы думаете, не станет ли вот это нечто подобным? А мы очень надеемся на то. И сейчас, наверное, идут в том числе и подготовительные мероприятия к изобретению вакцины для детей. Дети у нас болеют, тоже болеют новой коронавирусной инфекцией. У нас ребятишечки совсем маленькие, до месячного возраста болели. Но случилась такая ситуация, когда у нас не было фатальных исходов, у нас все дети выздоровели. И поэтому наши ребятишки, будем так говорить, совершенно спокойно вышли из этой заболеваемости, перенеся ее даже вот с такого маленького-маленького возраста. Поэтому, наверное, скорее всего, эта вакцина будет рассчитана и на детей, но это тоже, наверное, будет чуть-чуть подальше. А как вы думаете, вот на фоне массовой вакцинации не возникнет ли желающих на этом заработать? Какие-нибудь откроются частные клиники, которые скажут, приходи к нам здесь вот без очереди, без всяких звонков, правда, за небольшие деньги. Но мы с вами иногда же этим пользуемся, на самом деле, тогда, когда мы прививаемся против гриппа. У нас есть федеральные вакцины, которые идут бесплатно для наших граждан, для наших детей, для групп риска, да. Ну, а есть такие люди, которые говорят, а я вот не хочу такую вакцину ставить. Ну, и думается, что бесплатная, разве она может быть хорошей? Ну, и с другой стороны, у меня есть личное убеждение, хочу поставить другую вакцину. На сегодняшний день есть государственная политика, что вакцина против коронавирусной инфекции однозначно пока будет только за счет средств федерального бюджета. То бишь для наших граждан она будет бесплатная. То есть, чтобы все люди сейчас это понимали, да, и не велись. Конечно, пока на сегодняшний день в обороте частных прививочных кабинетов этой вакцины нет. Вакцина есть в государственных медицинских организациях. У нас на сегодняшний день прививают 19 поликлиник, которые прививают в городах. У нас задействованы районы Алтайского края. Мы ожидаем поставку практически еще 80 тысяч доз вакцины. И абсолютно все поликлиники взрослые, которые у нас имеют прививочные кабинеты, эту вакцину будут иметь. И в самых отдаленных уголках мы, конечно, эту вакцину доставим и тоже будем прививать население обязательно. До завершения эфира буквально две минуты. У меня финальный вопрос. Как получить прививочный сертификат? Нужно ли его просить? Все очень просто. Пригодится ли? Пригодится, наверное, точно. Потому как этот сертификат формируется в личном кабинете на госуслугах у каждого человека, который получил эту прививочку. Он формируется автоматически. Он печатается. Он имеет специальный свой код, по которому считывается. И что кто бы там ни был написан, этот код закодирован вашей фамилией. Поэтому он имеет определенность, совершенно простую форму. Задают вопросы. А если меня не зарегистрировано, а я не хочу, а вот бабушки нету, а я вот принципиально не хочу регистрироваться. Нам задают такие вопросы. Никаких проблем вам поликлиника выдаст по образу и подобию. Ну, понятно, что без спецкода. Но в сертификат профилактических прививок поликлиника в обязательном порядке внесет эту вакцину, поставленную, которую человек получил. Поэтому проблем никаких нет. Но это очень здорово. Во-первых, не нужно его носить с собой. И, во-вторых, если хочется, так сказать, иметь под руками всегда, нет проблем загрузить госуслуги в свой гаджет. И если вдруг возникнет ситуация, может быть ограничение по выезду за рубеж. Есть ведь не только поездки, которые связаны с туристическими выездами, но есть еще же и служебные командировки, люди едут на работу. И в некоторых странах может быть принято такое решение, что без прививочки въезд будет запрещен. Куда проще достать этот сертификат и показать, и не носить с собой дополнительных бумаг и так далее. То есть это достаточно удобная такая вот функция. И есть некоторые моменты, которые нужно каждому человеку соблюдать. В прививочном кабинете дадут обязательно. Мало того, что согласие письменное. Есть еще и памятка для прививаемого. Что нужно делать, что ожидать, какие могут быть осложнения, чтобы человек, прослушав врача, тут слушал, тут не слушал, дома мог спокойно еще раз прочитать и еще раз изучить данные, так сказать, показания, противопоказания. Ирина Владимировна, спасибо, что нашли время. Пришли к нам в студию за эту полезную беседу. Не знаю, как наши телезрители, но я, вероятно, прививку поставлю. Это радует. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края.